Сегодня идет битва за наши души. Апостол Петр говорит, что вы вернулись к защитнику ваших душ. Отчего должны быть защищены наши души? Сатана есть тот, кто старается погубить человечество. Он желает за собой повести все человечество. В Евангелии от Матфея Иисус приводит такой пример. Что случится с Сатаной? Но он не пойдет туда один, чтобы страдать в то место, которое Господь ему приготовил. Бог уже приговор вынес дьяволу и его ангелам. Но дьявол желает, чтобы вместе со своими ангелами взять и людей с собой. Те, которые не подчиняются Ему, они служат Сатане. В Матфеи 25 главе 41 стихе Господь говорит такие слова. Тогда скажут и тем, которые по левую сторону. Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованы дьяволу и ангелам его. Тут Христос подчеркивает, что это не для людей. Но тут же говорит человеку, пойдите туда. Проклятые, в огонь вечный. Господи, неужели ты посылаешь в огонь вечный людей? Бог не желает, чтобы кто-нибудь умер там. Чтобы кто-то оказался на том месте. Но мы видим, что все равно будут люди, которые сегодня находятся в рабстве у дьявола и не слушают Христа. И не его Евангелие, не его учение. Они совсем ухо свое не стараются слушать. И Господь говорит, вы идете туда, куда они должны были идти. Это было совсем для другого приготовления. И я вам говорю, что это для дьявола уготовлено и для его ангелов. Это страшные мучения. Это вечный ангел. Это вечная погибель. И так, как третья часть ангелов, они пошли за сатаной с небес. Точно так погибают люди. Которые сегодня идут за ним, а не за Господом. Но Бог желает следующее. Два местописания есть в Библии, по которым мы узнаем волю Божью. В Первой Петра. Вторая Петра. Третья глава, девятый стих. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Вы знаете, люди говорят, что уже 8 миллиардов человек на планете. Может быть, это так, а может быть и нет. Но не важно. Бог желает, чтобы все 8 миллиардов пришли кается. Апостол Петр, он громко кричал и говорил, что спасайте себя от этого рода, возвращенного, погибающего. И второе местописание, где мы видим, что желает Бог для нас. Первое Тимофея, послание 2 глава 4 стих. Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог желает, чтобы все спаслись. Бог желает, чтобы все вернулись к Отцу домой. Но у человека есть одно особенное, что Бог даровал ему. У него есть свободная воля. Я сейчас могу положить микрофон, пойти и жить грешной жизнью. Меня никто не сможет остановить. До последней минуты моей жизни у меня останется моя свободная воля. Мы своим выбором служим Богу. Потому что Бог на нашей стороне. А дьявол против нас. И как сегодня было сказано, что он человека-убийца. Но Иисус Христос сказал, что он не только убийца. Но он тот, кто губит. В Иоанна 10, главе 10 стихе. Иисус сказал, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Но мы не желаем, чтобы с дьяволом, как с вором, иметь что-либо общее. Он-то желает все добро украсть у нас, которое мы имеем от Бога. Но мы должны идти за Богом. Я очень люблю 22-й псалм. Он очень хорошо начинается. В двух словах, да ведь все говорит. Господь. Идет речь о Боге. Господь, пастырь мой. Если Бог мой пастырь, и Он меня учит, когда идти, куда идти, что говорить, а что нет. Если Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Ни в чем я не буду нуждаться. Он не сказал, что, знаешь, если бы даже хотя бы чуть-чуть тут было бы конкретно сказано, о чем идет речь. Тут нет конкретно чего-либо сказано. В этих двух словах тут все абсолютно все входит. Тут входит и здоровье, и благо, и все остальное. Ни в чем не буду нуждаться. Даже защита не будет. Я не буду нуждаться в заботе. Вы знаете, для кого Господь есть пастырь. Давид тут говорит, что если я пойду и долиною смерти, это путь смерти, где люди не смогли достигнуть цели, до конца, до конца, до конца, до конца, до конца. Не важно, если Господь мой пастырь, то я смогу пройти через все. Давайте запомним две основные вещи. Первое, если Господь мой пастырь, он не просто управляет, он и защищает тебя. Вы знаете, овцы себя чувствуют в покое и не переживают, когда с ними пастырь. Аминь. Это первое, и ты можешь быть спокоен, если ты знаешь, что Бог с тобой. Пусть даже земля тысячу раз перевернется. Я в покое. Почему? Потому что он заботится обо всем. Библия говорит в 1 Петра 5 главе 7 стихе все свои заботы возложите на Бога, ибо он заботится о вас. И второе, если хочешь спокойно и мирно жить. 33 Псалм с 10 стиха и дальше. Лагерь ангелов ополчится вокруг тебя, если ты будешь богобоязненным. Обратите внимание, как начинается 33 Псал с 8 стиха. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. 9 стих. Вкусите, увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него. и 10 стиха. Бойтесь, Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Эй! И Давид говорит, что ни в чем не буду нуждаться. И тут Давид говорит, что ни в чем не нуждаются боящиеся Господа. Какое бы несчастье не приходило в нашу жизнь. 90-й Псал написал Моисей. И он говорит, что покоящийся под покроем Всевышнего Он находится под тенью всемогущего Бога. Как хорошо, когда можно под тенью всемогущего Бога находиться. Мы обязательно должны тренироваться в этом селе. Я сегодня буду говорить на одну тему. И дьявол обязательно постарается атаковать нас. Но есть одно, чем мы можем встретить его. Библия Библия говорит, что пусть царствует и господствует Бог в ваших сердцах. Царствует Божий покой, мир Божий. Божий мир должен царствовать в ваших сердцах. В колоссианом третьей главе 15 стихе сказано это. Чтобы господствовал мир. Вы знаете, когда встречаете трудности, больше всего дьявола раздражает, что ты спокойно принимаешь эту проблему. дьявол желает над твоей головой хаос устроить. Но ты в покое. Как же ты встретил так спокойно эту ситуацию? Я не знаю, просто в моем сердце Божий мир господствует. Может быть на улице вокруг меня будет великий хаос. Но мне Слово Божье учит, что в моем сердце должен быть спокойно. Не выходи из покоя. Потому что дьявол обязательно тебя принесет убыток этих. Что бы ни происходило, встречай это с миром. потому что ничего такое не случится. Что Бог не контролирует. Давайте будем знать одно. Если я иду за Господом, все что произойдет со мною, до конца моей жизни, Бог уже заранее знает. может быть в тот момент для нас будет очень странным то, что это для нас, не для Бога. Для Бога это не чуждо. Бог желает просто, чтобы мы это встретили как посланную посылку нам. Потому что Бог посылает эти посылки нам. ты должен знать, что дьявол это не просто тебе какой-то новый сюрприз приготовил. Это Бог послал тебе подарок. Ты должен встретить его с миром. 1 Петра 4 глава 12 стих я хочу сегодня говорить о тех испытаниях, которые мы можем встречать в жизни. И откуда они приходят? Библия говорит, что Бог посылает их. Иногда Бог дает разрешение, так сказать, дьяволу, чтобы он дотронулся до нас. Давайте прочитаем местописание. 12 стиха читаем. ня Для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы его возрадуйтесь и восторжествуйте. Тут сказано, что посылается нам. Вы знаете, когда ты спишь ночью, наверху не спят ни ангелы, ни Господь. И дьявол тоже не спит. И дьявол, он есть прокурор, который осуждает нас. Идет к Богу, и день и ночь клевещет на нас. Библия так говорит, что он 24 часа клеветает на нас. И одну историю мы видим в Библии. Был один человек, это был человек, боящийся Богу и преданный Богу. Не грешил он никогда. Не то, чтобы только он не грешил, но даже дети его не грешили. И если даже мои дети когда-либо согрешают, он заранее приносил жертву Богу. И этого человека звали Йов. Что мы скажем о Йове? Какие проблемы у него были? Почему Бог его наказал? Это был безгрешный человек. Он жил без греха. Но пришел однажды прокурор. И когда с Сынами Божьей собрались, так сказано, я не знаю, где они собрались. Но туда пришел и Сатана. Знаете, что удивляет и поражает, что дети Божьи не узнали дьявола? Откройте, пожалуйста, ее первую главу шестого стиха. Вы говорите, что они Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иов сказал правду Господь дал, Господь взял Сатана был просто в шоке Он не начал ругаться на Бога Потом проходит время Иову говорят Иову у тебя ведь 10 сыновей было Они все 10 были вместе с собой Дом весь разрушился И все дети твои умерли Иову и тогда не начал ругаться на Бога Он сказал Голым я пришел на эту землю И голым я вернусь домой Потом начинается вторая И что она говорит Он говорит Многие Mat partie Он говорит Что там Он говорит Что там Что там Он говорит Что там У меня И я так И я Вторая глава начинается так. И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющий от зла. И доселе тверд в своей непорочности. То есть Господь хотел указать этим дьяволу, что, посмотри, он даже сейчас не ругается на меня. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. И тогда сатана отвечал Господу и сказал, кожа за кожу, а жизнь за жизнь свою отдаст человек. Все, что есть у него. Тут сатана говорит Богу, что ты коснулся его богатства и коснулся его детей. Это было вокруг него. Но покоснись его. Посмотрим потом, что будет. И мы видим. И тут уже Господь ему разрешает и говорит, что коснись его тела, но души не прикасайся. И Иов заболел очень сильно. И так он страдал, чтобы все слышали о его болезни, как он заживо прямо гнил. Это книга Иова, она поэтическая. Но можете ее просто исторически прочитать. И чему мы можем научиться отсюда? Мы можем научиться тому, что Иов сдал экзамен свой на 10. Знаете, что в нашу жизнь допускаются часто искушения, испытания. Ничего не придет, если этого Бог не допустит. Жизнь Иова так закончилась. Даже жена говорила, что откажись от Бога. Многие друзья приходили и говорили, ты в чем-то согрешил. Ты должен признаться в грехе. Но Иов отвечает, что Бог не гоняется за шелестящими людьми. И он не считает на шелестящими людьми. И не воздает нам по делам наших. И когда его друзья приходили, он очень строго отвечал им. Когда жена сказала, что откажись от Бога и так умри. И Иов ответил ей, что и добро, и искушение, они от Бога приходят. Когда нам благо давал Господь, тогда мы были довольны. А теперь испытание пришло в нашу жизнь. И Иов не начал ругаться. И Бог принял этот экзамен. И восстановил все Иову в два раза. И в конце книги он говорит, что знаю я, Боже, что Ты всемогущий. Боже, я не хочу испытаний. Конечно, это для наших чувств плохо. Но именно испытание нас знакомит с Богом. И в 42 главе Иов так заканчивает. Знаю, что Ты все можешь. Я понял совсем другое после испытания. Раньше я слышал просто по наслышке о Тебе, Господь. Но теперь я лично знаю Тебя. Желаешь ли ты лично познакомиться с Богом? Знаю, что испытание, это на твоей стороне. Все зависит от того, как ты сдашь этот экзамен. Если ты в испытании просто будешь уповать на Бога. Библия говорит, что Бог не допустит больше того, чем ты сможешь перенести. Это послание к Коринфянам, первое послание. Это очень интересные, ободряющие стихи. Смотрите, как написано. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемой сверх сил. При искушении даст вам облегчение. Так, чтобы вы смогли перенести оно. Давайте запомним, что испытание, оно не приходит без Бога. И дьявол тоже обращает внимание, что мы делаем во время испытания. Это наиболее важно. Забываем ли Бога? Теряем ли веру в Бога? Или наоборот, все больше и больше становимся более награды. И скажешь, что я, Господи, ради Тебя, я все перенесу и пройду. Я хочу дать несколько советов. Не существует такого человека, который не встретит испытаний. Я много испытаний встречал. Иногда я сам лично проходил, иногда в ситуацию попадал такой. Во время испытания ты должен помнить, что Бог близко. Я на Фейсбуке поделился очень интересным словом. Почему Бог не кричит? Потому что Он очень близко. И Он говорит шепотом. Мы думаем, что мы слишком низко упали. На самом же деле, Он очень близко. И Бог сам говорит, воззови ко Мне в день. И я избавлю тебя. И Ты прославишь Меня. Как попадешь в испытание? Господь говорит, воззови ко Мне. Я тебя избавлю. Но Ты меня должен прославить. Прославить. Сорок девятый-пятнадцатый. Ты призови Меня в день скорби. Я избавлю Тебя. И Ты прославишь Меня. Но перед тем, как придет испытание. И перед тем, как придет скорбь. Господь заранее знал, на века раньше, что это придет в Твою жизнь. Поэтому в день скорби Бог желает познакомиться с Твоей. Что Он на Твоей стороне. И Он желает, чтобы мы хорошо знали Его. И чтобы мы натренированы становились подобно Ему. Чтобы находиться под Его защитой. Все, кто здесь мы находимся. На всех у дьявола есть прописанный план. Мы не знаем, когда Он. И даже не знаем, какой план Он составляет. Но мы знаем, что Он составляет. И однажды, когда Сатана составил свой план об апостолах. Иисус тогда пришел к Своему ученикам и сказал, вот такой план составил дьявол о вас. Апостолы думают, как ты... Это Евангелие от Луки 22 глава. Симон, 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 Патресеевна, Айсатанам Итхова, Айсатанам Итхова, Айсатанам Итхова, Айсатанам Итхова, Айсатанам Итхова хорбалюйит гаг цхрилон Сухолане. Эшмат Мадамисма Демонебма, Ундарам хорбалюйит гаг цхрилосим телемо цхулова. Меки вилотсео шэн твис. Ром аргамо Ильо шэнерцами на гансацтелис дросс. Та шэлодеса цмуэк цевида пехзэдат гэви. Господь, Симон, Симон, сей сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудила вера твоя. И ты, некогда обратившись, утвердил братьев твоих. Боже, почему ты допускаешь испытания в моей жизни? Во-первых, ты должен знать, для того, чтобы ты был испытан и и вырос. И чтобы познакомился с Богом. Что он на твоей стороне. Что дьявол не может ничего причинить тебе. И второе, почему Бог допускает испытания. Есть люди, есть люди, которым ты должен будешь служить тогда, когда выйдешь из этого состояния. Вы знаете, есть люди, которые находятся сегодня в безнадежности. Они не видят надежду ни с какой стороны. Если ты был когда-то в таком испытании, и ты уже вышел оттуда, и уже имеешь опыт и навыки, ты можешь быть для них ободрением. Бог помогает нам расти, чтобы мы потом помогали людям, которые попадают в такую же ситуацию. Какое же испытание пришло в жизнь Петра? Пришло оно, это испытание. И Петру говорят, не ты ли тот, кто ходил со Христом? Петр сказал, я не знаю, о ком ты говоришь. А до этого, посмотрите, что Иисусу отвечает Петр. Когда ему Иисус сказал, что вас будет сеять сатана, и Петр был настолько уверен. Он сказал, Господь, ты успокойся, не переживай. Ясно. Петр сказал, я готов, Господь, с тобой и в темницу, и на смерть. Да куда хочешь, я пойду ради тебя. Христос ему говорит, не думаю, Петр, что это было так. И тогда Господь отвечает Петру и говорит, что Петр, не все так, как ты думаешь, потому что не успеет прокричать петух три раза, как ты отречешься от меня. И мы видим, что Петр три раза отрекся Христа. Вот это испытание. Вот это оскорбление. Когда человек не может даже самого себя простить. Дьявол желает принести осуждение. Вот я испытание принес, три раза испытал тебя, и даже это ты не смог. Насколько такая ситуация, в которой чувствуешь, что ты позорил. Петр уже сам себя не мог простить. Что же я натворил? Когда Иуда узнал, что из-за него Христа предали, он пошел и повесился. И у Петра не было состояния хорошего. Но Иисус сказал, что Петр, я молился за тебя. Когда придет осуждение. И когда ты скажешь, что я даже Богу не нужен. Я молился за тебя, чтобы не оскудела вера твоя. Не самое страшное, то, что ты сделал. Самое страшное то, что веру в меня ты не будешь иметь. И посмотрите, что произошло по воскресению Иисуса Христа. Это только в одном месте Писания написано. Первый Коринфянам, пятнадцатая глава. Да. С пятого стиха. И явился Кифе, а потом двенадцати. Просто чудо. Ты себя не можешь простить. А Бог тебя обнимает. Как только Иисус воскрес, Он первый, впервые является Кифе. А ведь Петр помнит и обещания, и голос петуха. Даже не хочет встретиться со Христом, потому что ему стыдно. Когда ему сказали, что Он воскрес, для него это было очень тяжелой ситуацией. Как же я теперь буду смотреть ему в глаза? Я ведь уже не достоин смотреть ему в глаза. Но ведь молитва уже была исполнена. Петр, может быть, это у тебя приключилось по отношению ко мне, но я не отношусь так к тебе. Проблема заключается не в том, чтобы мы отказались от Бога. Главное то, что Он не отказался от нас. Самая главная мысль, что я могу отказаться, но Он тот, кто меня будто бы обнимает. Иисус специально умышленно Он появляется именно Петру первый раз. И говорит Петр, то, что с тобой случилось, это были всего лишь твои представления, ты думал, что ты слишком мужественный, готов. но ты ошибался. И так как я тебе пророчествовала, так и случилось. Ты отказался от меня, отрекся, но я не отрекся от тебя. И теперь я хочу, чтобы ты одну сделал меня. Иоанн сахар и Иоанн в последней главе Господь говорит, чтобы еще раз доказать прокурору, который осуждает нас, чтобы Сатана тоже слышал эти слова. Это 21 глава Иоанна. 15-17 стихи. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Иоанн, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя? Иисус говорит ему, паси агнцев моих. И потом второй раз повторяет, Симон Иоанн, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус сказал ему, паси овец моих. И в третий раз говорит ему, Симон Иоанн, любишь ли ты меня? Петр опечалился, когда он третий раз спрашивал. И он сказал, Господи, ты знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. третий раз отрекся, Петр от Христа и три раза, чтобы покрыть его отречение, Иисус три раза дает ему повторять и дать обещание, что будет постелить. И то, что с нами часто происходит. дьявол часто хочет нам сказать, что нет надежды нет жертвы за твои грехи. Но это не Иисус говорит, это говорит грех и это говорит дьявол. Бог желает чтобы мы всегда помнили, что если мы даже будем отрекаться от Бога, Бог никогда не отрекается от нас. И это дает нам силы быть твердыми в вере. И можем потом ободрять наших братьев и сестер, которые будут проходить такие же испытания. Я хочу прочитать послание от Коринфианом, второе послание, и мы будем молиться. Что нам дает наш опыт в будущем? Мама упала в Христе и Моц халеби с мам до хол гварь и нуг шизг мертв и ману гэш бэли чэн с хол гварь чирши. С улиц мин до рач и дар с и дар ган с цар с ману гэш бэли чэн чирши. Рат он чэн чел злот нугэ ши в цэд хол гварь ганс астер шим хол им ауэ нугэ шит ромэ нугэ шит ацг ауэ нугэ шив дар мэрти с третьего стиха второе коринфианом первое благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа Отец милосердия и Бог всякого утешения утешающий нас во всякой скорби нашей чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением которым Бог утешает нас самих аминь во время скорби научись урокам кое-что ты проходишь для себя но есть часть того что ты должен донести до других людей и хочу еще сказать об испытании об искушении когда ты в очень трудной ситуации и нет выхода Кристоф сказал я есть путь дверь я есть дверь и я есть выход из ситуации множество людей они обновляли свои обеты перед Богом когда стояли в испытаниях и когда еврейский народ он стоял перед уничтожением и враг их хотел что они делали они не говорили что да мы сейчас сделаем хуже и вообще не будем господи тебя вспоминать бог допускает испытания и будет хуже если ты сейчас не сказать да господи я пойду в неневею вы ведь знаете что иона не шел в неневею и как иона иногда и мы так поступаем и не делаем то что иона ганс от дешево в учреждении кита уже когда был иона находился в испытании то и в этом испытании иногда бог хочет сказать если ты не сделаешь то что ты должен сделать это испытание может принести плохие результаты поэтому во время испытания давайте познакомимся с богом потому что бог не допустит больше того что мы сможем и во время испытания мы должны научиться урокам чтобы потом могли и других учить и знаете сколько людей сегодня ходят безнадежно и нет никакого выхода из спасения множество людей думают о глупости или о какой-то глупости и если ты проходил когда-то через другое испытание когда-то я недавно я встретил человека который хотел покончить с собой именно такими же мыслями беспокоил его дьявол как и я поговорил с ним он ободрился и утвердился и утвердился знай что твоя скорбь так много обратиться в твой опыт будет помощь для других Бог вот этой скорби дарет нам добро и благо аминь можно много уроков взять отсюда так вот хэрла аминь аминь и быть благословением для многих людей да аминь аминь это что нужно знать марш и дарь спать и никогда уже не сворачиваться с Путербира ни направо и налево и будем всегда надеяться одному Господу и никогда не грешить аминь чем их отзамы на чертарь это дарь 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 Продолжение следует...